Всем добрый вечер, с вами Никита Петров и продолжаю я рассмотрение обзор партии турнира, который сейчас проходит в Лондоне, под названием London Chess Classic. Это завершающий этап мирового шахматного тура 2015 года, сегодня состоялся второй тур. 10 шахматистов, которые вы сейчас видите на своих экранах, сыграли 5 партий. В общем-то, 4 из этих 5 партий оказались достаточно бескровными и малоинтересными ничьями, но все равно мы вкратце пробежимся по ним, посмотрим, что в них происходило. Там было несколько важных для теории дебютов моментов, ну и одна партия, несмотря на то, что тоже закончилась ничью, была значительно интереснее. Очень боевая партия, и снова зрителей порадовал японско-американский самурай Хикару Накамура. Но по всем по порядку, начнем мы, пожалуй, с партии Араньян Ананд. Снова партия с наиболее громкой вывеской, как и в первом туре, оказывается, пожалуй, наименее интересной. Была разыграна защита Рогозина через вот такой вот порядок ходов, излюбленный Вишман Танаманандом. Ну и, конечно, у белых здесь основные возможности. Это Ферзь А4, ход, который был популярен в начале 20 века, который даже одно время считался опровержением защиты Рогозина. ЦД, ЕД, Слон-Ж5, современная линия, широко, глубоко анализировался и анализируется. И в настоящее время считается, что черным здесь нет особых проблем. И есть еще ход Слон-Ж5 сразу. Ну, в партии Араньян либо был не настроен на серьезную борьбу, либо просто ничего за душой не имел защитить Рогозина, и поэтому попробовал ход Слон-Д2. Ход тоже встречался, но, конечно, намного реже, чем те три продолжения, о которых я уже сказал. В целом, ход перед черными не ставит особых проблем. Адаманд играл весьма в духе защиты Немцовича или защиты Рогозина и получил удобную игру. То есть белый на время получает преимущество двух слонов, но черные сразу разменивают чернопольного слона. Последовало Ферзь С2, К3 и БЦ. Ну, в данный момент позиция скорее, опять же, напоминает какой-то из вариантов защиты Немцовича, но вот буквально через несколько ходов вы увидите, что возникнут типичные Рогозинские очертания. Конь Д7, Слон-Д3, А6, СД, ЕД, ну и вот эта позиция уже стандартная для Рогозина, черный задвинул С4, попытаются установить блокаду на поле Е4. Ферзь Б2, Ферзь Е7, Б0, Конь Ф6, ЛДФ на Б1. Вполне стандартная игра, и вот черные решили здесь прояснить свои намерения. Мне кажется, что ход Б6 тоже возможен, но Анан сыграл С4, Слон-С2, Конь Е4. И устанавливая блокаду. А4, ЛДЕ8, А5. Белым всегда полезна вот такая вот фиксация ферзьевого фланга. Другое дело, что в целом у черных всего лишь одна слабая спешка Д5. И у белых практически их единственный план, то в какой-то момент подготовить Ф3, Е4. Но черные оказывают настолько сильное давление по полуоткрытой радикали Е, что как этого добиться на практике, непонятно. Вот. После этого Конь Д6, Ферзь Б4, Слон Е6. Ну, мне кажется, вот здесь Араньян полностью отказался от всяких притязаний на борьбу за перевес. Араньян сыграл ЛДЕ1 и допустил разгрузку. Ну, о том, как эта разгрузка произошла, я расскажу буквально через минуту. А пока скажу, что вместо ЛДЕ1 последним шансом здесь побороться за что-то был ход Конь Д2. Ну, в сущности, конечно, белые могут сначала войти Аш-3, сделать какой-то другой уход, не допуская Слон Ф5. Но Конь Д2 выглядит логично, таким образом белые в вариантах подготавливают Ф3, Е4. И такая разгрузка, как в партии, уже не проходит, потому что на Слон Ф5 белые просто меняют слонов, и здесь висит пешка на Б7. Обратите внимание, что белая ладья осталась на Б1. Поэтому черным пришлось бы искать другие пути. Логично выглядит ЛДЕ8, профилактически защищая пешку на Б7. И теперь уже Слон Ф5 снова угроза. И вот здесь белые могут пойти ЛДЕ1, Слон Ф5. Получается, что белые выиграли или полтемпа на ход Конь Д2, но это достаточно важно. После тотальных разменов Конь Е7 у белых есть ход Ф3. Ну и, конечно, довольно рано говорить о том, что белые добились чего-то серьезного. Но, по крайней мере, у них есть план провести Е4. В то время как в партии, после ЛДЕ1, Слон Ф5, позиция достаточно быстро выхолостилась. Черные зафиксировали королевский план. Таким образом, белые уже в обозримом будущем никак не смогут провести Е4. И соперники сделали ряд ничего не значащих ходов. И состоялось такое вот, в целом, невынужденное, но и такое повторение ходов, за которое особо критиковать спрейдеров не приходится. Потому что позиция действительно достаточно сухая и равная. Ну, таким образом, большой борьбы в этой партии не получилось. Но, и Шулатан, может быть, доволен тем, что против опасного соперника достаточно легко удержал черный цвет. Партия Герри Адамс протекала по схожему сценарию. На самом деле, даже дебют был очень похожий. Сейчас вы увидите, о чем я говорю. Защита Немцовича с хода Ферца 2. Самый популярный вариант. Ну, и Майкл Адамс, как я уже говорил, он вообще известен своим огнеупорным стилем. Вот и здесь согласился черными на чуть-чуть худшую, немного пассивную позицию. В этом варианте защиты Немцовича. Да, кстати, скажу, что, на мой взгляд, ход А3 уже потихоньку себя изживает. И сейчас все-таки белые в большей степени свои надежды на перевес связывают с вариантом ЦД, ЕД, Слон, Ж5. Но, опять же, это тема для совершенно другого видео или анализа. В партии был сыгрок ход А3, тоже очень популярен. То есть белые получили преимущество двух слонов, не испортили структуру. Ну, черные достигают немедленной контролью после конь А4, Ферзи 2, С5. Центр разгруживается. ДЦ, конь С6. Но, опять же, тут, по сути, не о чем говорить, потому что эта позиция встречалась много раз, тысячи раз. Конь Ф3, Ферзи А5. Очевидно, нельзя играть Б4 из-за конь Б4, ладья на 1 не защищена. Поэтому черные отыгрывают пешку. Меняют чернопольного слона, и мы видим ситуацию, которая подозрительно похожа на предыдущую партию. У белых немного активнее расположены фигуры, но ничего реального из этого извлечь нельзя. После конь Д2 Майкл просто забрал на С4. То есть мы видим, что у белых больше фигур развито. По идее, их слон на С4 лучше черного слона на С8. У них есть какой-то план, связанный с экспансией на Ф3, но, по сути, это все ничего не значит, потому что черные просто достаточно плотно становятся. Если мы сравним эту позицию с Каталоном, то есть, казалось бы, белые должны играть на то, что их слон лучше оппонента в лакере соперника. Но проблема в том, что важный нюанс, что у черного слона в очень многих позициях подобного типа есть поле Е8. Которое выглядит, по сути, ничем не лучше, чем поле С8. Но, по факту, слон на Е8 совершенно неплохая фигура. Он может быстро выскочить на 5 или на А4. И, ну, собственно, Адамс в следующем скоровой меня действительно перевел слона с С8 на Е8 и легко уравнял позицию. С2, слон Д3, А6. По сути, действия обоих соперников здесь не требуют особых комментариев. В целом, оба играли логично. И даже компьютер в этой позиции пишет достаточно ощутимый перевес к белым. Но, если просто вводить в него разумные ходы, то оценка все уменьшается и уменьшается с каждым ходом. 2-0, слон Д7, кунь С4. Колландский игросмейстер просто поставил все фигуры по центру. Опять же, внешне красиво, но ничего серьезного за этого извлечь нельзя. Слон Е4, конь А7. Ну, вот вы видите, что в вариантах черный слон с Е8 уже выходит на Б5. Это было А4, не допускаю этого. Ферзь Д6, конь С4, ферзь Е7. Конь Б6, ферзь Д6, конь С4. Трекратное повторение. Была зафиксирована ничья. Вроде бы это решение выглядит нелогично, но с другой стороны, белые, поставив пешку на А4, создали себе тактическую слабость. То есть, ее не так удобно защищать. После конь Б6 начинаются проблемы с конем и так далее. Опять же, если продвинуть пешку на А5, то таким образом белые отдают очень важное поле Б5. Возможно, в этой позиции лучше уже именно у черных. Таким образом, Аниш решил не искушать судьбу, согласился на ничью. Но, если честно, эта партия в некоторой степени меня удивила. Все-таки молодой голландский шахматист известен тем, что у него достаточно хорошая дебютная подготовка. И так уж легко отпускать Майкла Дамса с Ковраун, по идее, не должен был. Но, что получилось, то получилось. Партия Карлсон-Коврауна тоже не блистала спецэффектами. Но, по крайней мере, был испробован достаточно интересный вариант. Я, к сожалению, вынужден признать, что с этим вариантом я не знаком. Но, видимо, достаточно грамотное усиление предыдущей игры за черных. И Карлсон без проблем уравнял партии по дебюту. Посмотрим, как это было. Берлин. И, конечно, основной вариант берлинского, так называемого берлинского эндшпиля, возникает здесь после Д4-Конь Д6, С6-ДЦ, ДЕ-Конь Ф5, Ферзь Д8. Опять же здесь было слово на очень много копий. Но Карлсон сделал ход ладей Е1. Очень долгое время ход ладей Е1 рассматривался просто как попытка сделать очень быструю и очень скучную ничью и пойти по дамам. В последнее время у белых стали появляться эпизодические успехи в этом варианте. Но мне кажется, что конкретно эта партия может оказаться весьма серьезным ударом по варианту ладей Е1. Потому что даже маленький перевес за белых, если честно, где находится. Конь Д6, Конь Е5, слон Е7, все это широко известно, слон Ф1, размен-размен, два ноля. Но вот когда я говорил, что этот вариант использовался как способ быстро сделать ничью, я, конечно, в первую очередь имел в виду ход Д4. Очень много партий было сыграно этой позиции, слон Ф6, ладья Е1, здесь конь Е5 достаточно надежно, ну и ладья Е8. Ладья Е8, Конь Е8, С3, Д5. Сами видите, что позиция абсолютно симметрична. Напоминает разменный вариант французской защиты, и уже в этой позиции достаточно много сильных гроссмейстеров соглашались на ничьи. Ну а последнее время более популярным, ну и, пожалуй, более ядовитым ходом является Конь С3. Белые хотят С3, Конь Д5, и С3 может чернопольного слона черных. По крайней мере, если белым удастся поменять этого коня на одного из черных слонов, у них будет хотя бы моральное превосходство в виде преимущества двух слонов. Следовало Конь Е8, опять же, основная теоретическая линия. Конь Д5, слон Д6, слон Е1, С6. То есть черные пока испытывают небольшие проблемы с развитием белопольного слона, но они хотят убрать чернополос с Д6, провести Д5, и после этого никаких проблем у них не будет. Конь Е3. И в подавляющем-подавляющем большинстве партий, которые достигали этой позиции, здесь черные играли не слон Е7, что избрал Фабиана, а слон С7. Что, конечно, выглядит намного логичнее. Слон на С7 расположен достаточно значительно лучше, чем на Е7. Но тут есть такой нюанс, что белые могут сыграть Конь Ф5. Д5, Конь Е7. Выглядит довольно странно, но идея белых проста, они просто достигают преимущества двух слонов. И опять же, разные шмотисты по-разному оценивают эту позицию. Примерно половина считает, что у белых есть небольшой перевес, другая половина считает, что преимущество двух слонов здесь не означает вообще ничего, и позиция абсолютно равна. В любом случае, Карлана избрал здесь место слон С7, очень интересный 12-й год, слон Е7. Выглядит странновато, но таким образом обесценивается выпад белых Конь Ф5, потому что в этом случае черные просто сыграют слоны Ф6. И не удается поменять слона, следующий ход будет Д5, Конь будет отброшен, и у черных нет ни одной проблемы. Поэтому Карлсон попытался высветить недостатки хода слона Е7 путем С4. Теперь, если черные играют Д5, то белые могут два раза взять, после чего у них, пожалуй, перевес. Поэтому ходу Д5 нет. Однако есть ход Конь С7. Честно признаться, вот эти маневры слон Д6, слон Е7, Конь С7, Конь Ф6, Е8, С7 выглядят достаточно искусственно. Но черные достигают главного, они проводят Д5. И белые не могут поддерживать напряжение в центре, потому что черные просто возьмут на С4 сами и будут играть против изолятора. Поэтому белые вынуждены забрать на Д5. Опять же, пользуясь тем фактом, что черные не могут забрать два раза фигуры, потому что здесь на Ферзь Д5 последует ладья Е7, слышные фигуры. Поэтому черные вынуждены соглашаться на вот эту симметричную структуру. Опять же, визуально белые немного опережают соперника в развитии, то есть они успевают выпросить слона на Ф4, и на слон Ф6 сыграть слон Е5. Так и случилось в партии. Фабиана разменялся на Е5, и вот эта позиция выглядит немного приятнее у белых, потому что широко здесь инфаркт, что в позициях с одноцветными слонами и с пароизолированных пешек в центре инициативой владеет та сторона, у которой слон ходит по полям противоположенным цвета поля, на котором стоит собственный изолятор. Однако, здесь уже слишком много фигур разменено, и извлечь что-то реальное из вот этого морального преимущества белые не могут. Более того, судя по скорости исполнения, Круана все это принес из дома, и в том числе и следующие ходы он очень хорошо знал. Слона владея 8, белые вынуждены снимать напряжение, то есть остается уже всего лишь по 3 фигуры, каждой из сторон довольно мало. Ферзь Б3, пытаясь создать небольшое давление. Пока черные не могут развить белополость, то что висит на Б7, потом приходится защищать пешку на Д5 ферзь Б3. Слон Б5. Ну вот здесь Круана сыграл ферзь Б6 довольно быстро. Серьезное подозрение, что даже ход ферзь Б6, а это уже 22-й ход, мы должны напомнить, Круана принес из дома. Однако, я не вижу больших проблем, даже после более простого ферзь Д6, просто отрепляясь за эту пешку. Например, слон Д3, Б6, ЛДЕ1, слон Е6. Ну, вот у белых немного лучше слон, но на этом их достижение заканчивается. Позиция практически полностью ровна. Но ферзь Б6, возможно, даже более четкое решение, потому что теперь висит на Д4, белые должны брать на Д5. Ну и здесь, получается, форсированная игра А6, слон Д3, слон Е6. Висят обе пешки на Б2 на Д4, пока белые с темпами успевают защитить свой материал. Но вот тут, если присмотреться к этой позиции, видно, что висит на Б2. Если белые каким-то образом защищают на Б2, то после ладья Д8 не получается удержать другую пешку. Поэтому последовало Д5, слон Ф5, ферзь Е2, слон Д3, ферзь Д3, ферзь Б2. Чёрный интегральный материал. Стрелил ладья Е1. Ну и вот здесь корону стрелил ладья Д8. Это достаточно надёжный способ сделать ничью. Потому что проходная блокируется на седьмой горизонталь. Точнее, сама проходная находится на шестое, а блокадное поле на седьмой. И серьёзных, ну вообще никаких оснований у белых претендовать здесь на что-то нет. Другое дело, что если бы соперником тлянского гроссмейстера здесь был бы не чемпион мира, какой-нибудь шахматист послабее. Не исключено, что корону рассмотрел на ход ферзь А2. В следы 6 ферзь А5 позиция всё равно ровная, но по крайней мере у нее есть достаточный дисбаланс. В этом варианте белая проходная значительно опаснее, чем в партии. Но с другой стороны у чёрных есть лишняя пешка, и у обеих сторон есть возможность ошибиться в этой позиции. В тренингах партии был сладья Д8, Д6, сладья Д7, джет 3 ферзав 6. Чёрные просто всеми фигурами контролируют пешку на Д6. Последовал ряд ничего не значащих ходов. Ну, обратите внимание, Ф4 достаточно ответственное решение. Магнус ослабляет своего короля, но иначе невозможно было добиться прогресса. Ферзь Е2, Ферзь С1, Ферзь Е6, Ферзь Е5, ну и жёсткий ход в Д5. Конечно, Фабиана пришлось немного посчитать, но на его счастье времени из-за качественно подготовленного дебюта у него оставалось очень много. Ну, пешки чёрного уже становятся достаточно серьёзно развлекающим фактором, поэтому Карлсон решил свернуть борьбу, просто забрал на Б5, где Д6. Казалось бы, чёрные допустили грубый зевок и зевнули ладью. На самом деле, конечно, именно здесь сказывается ход Ф4, и Фабиана объявил вечный шаг. Если король уходит на А4, то Ферзь Е5, а в противном случае чёрные шахуют до взаимного позеленения. Ну, как мы видим, партия ни в один момент не вышла за рамки равенства, не в последнюю очередь из-за того, что Фабиана на 12-м ходу подготовил достаточно сильную, не могу сказать, что новинку, но очень редкий ход, которому Магнус оказался не готов. А может быть, у белых просто нет хорошего способа побороться за перерез. Партия Топалов-Гащук тоже закончилась ничью, тоже больших событий в ней не произошло, но всё-таки она была поживее, чем три уже рассмотренные. Также берлинский вариант, бич современных шахмат. Д3, по-разному люди пытаются избежать этого берлинского ванчпля. Д3, пожалуй, одна из самых разумных попыток, Слон С5, С3. Получается структура, характерная, например, для спокойных врантов итальянской партии. Ну, ход 2-0 тоже очень популярен, но белые испылить большие проблемы с тем, чтобы показать хоть какой-то намёк на перерез после Конь Д4. СТ этого не допускает, но здесь есть свои нюансы. После этого А2-0, Конь Д2, Д6, А3, А6. Ну, и есть, конечно, ход Слон А4. Получается достаточно типовая позиция, в которой у белых нет перевеса, но, в общем-то, позиция на долгую игру. Кто будет лучше грача, он этот победит. Томолос и разум С6, тоже интересное решение. Теперь у чёрных испорчена перечная структура, но, как часто бывает в испанской партии, в общем-то, 2 слона в полной мере компенсируют этот момент. Последовало 2-0, ладья Е8, профилактика в варианте такой-то Д4, ладья Е1, А6, белые проводят типичный для испанки манёвр, слон Б6, Конь Д3, слон Д7, слон ДЕ3. И вам потом нейтрализуется преимущество двух слонов у чёрных. Ну, здесь Грящук, на мой взгляд, сделал очень интересный ход. Казалось бы, логично выглядит какой-нибудь ход, ладья Б8, или может быть Ферзь Е7, но Грящук сыграл Ферзь Б8. Довольно редко чёрный ферзь активизируется именно таким образом, но в данной позиции это оправданно и сильно. Теперь на слон Б6, очевидно, в слене ферзь Б6, и чёрный начнет привязываться к ферзь его флангу. Поэтому ферзь Д2, слон Е3, ладья Е3, в принципе, это ничего серьезного не меняет. А5, чёрный полноценная контр-игра. Веселин решил провести Д4, возможно, даже микро-неточность, потому что начиная с этого момента, именно белым пришлось прикладывать усилия, для того, чтобы свернуть игру и сделать ничью. ЕД, СД, Ферзь Б4. Разумеется, на таких условиях белых устроить не может, потому что после Ферзь Б4 и АБ у них неприятная слабость на А2. Тут последовало Б3, Ферзь Д2, конь Д2. Опять же, если бы белым здесь дать несколько ходов подряд, они могли бы зафиксировать структуру и попытаться таки давать на плейлист. Но, конечно, Александр сразу разорвал ферзь его фланг. Следовало А3, АБ, ладья Б3, ладья А4. Ну и вот здесь, Веселин понял, что если он сейчас уйдет в пассивную оборону, то с тем, что будет держать обе слабые пешки на Д4 и на Е4, и при этом не отдать на А3 будут проблемы, перешел в такую активную контр-игру. И после ладья А4, ладья А7, вот здесь... Так, прошу прощения. Да, конечно, на ладья А4, ладья А7, это просто грубый зимок. Я уже начинаю заговаривать. Черные просто забирают коня. Последовало Акуни в 3, ладья А4, и здесь ладья А7. Ну и в партии российский грандмейстер счел за благо просто поменять все фигуры, сделать простую ничью. Ну и, очевидно, он не считал, что здесь не имеет какие-то основания претендовать на перерез. Ну и справедливости ради человеческий взгляд именно к такому ощущению и приводит. Потому что... Белый ладья он совсем очень активный. Если черный ладья отличется с пулей Е8, то белые сюда проведут Е5. Стешка на Е4 вроде как слабая, но... Опять же, у черных в данный момент есть другие заботы, связанные с тем, что их фигуры несколько перегружены защитой друг друга. Например, кон не может брать на Е4, потому что зависнет на Д7. Слон не может уйти с Д7, потому что повиснет на С5. В то же время пешка на Д6 достаточно слабая, белые могут в будущем организовать на нее давление. Однако, компьютер здесь показывает сильный ход ладья Д8, игнорируя пока ладья на С7, дополнительно защищая славу на Д7. Ну и если белые играют по аналогии с партией Е5, то тут после конь Д5 ладья Б7 в черных есть очень неожиданный сильный ресурс С5. Думаю, что Горщук либо этого не видел, либо даже не искал. Теперь после ЕД слон С6 вроде бы материал совсем малый, белые должны легко удержать оборону, но на самом деле после ладья Б2 конь Ф4 в черных очень активные фигуры уже грозит конь Аш-3 или слон Ф3. ЖФ конь Аш-3 по-прежнему висит на Д6. По крайней мере, по мнению Железного Чудовища, в этой позиции черные имели небольшой перерез, и какие-никакие шансы на победу. Ну, конечно, Горщук не стал вдаваться во все эти компьютерные тонкости, просто сыграл Д8, последовала тотальная разгрузка. И соперники согласились на ничью ввиду полного уничтожения материала. Ну вот, и наконец-то мы приступаем к рассмотрению самой интересной партии дня, как и в первом туре. Самую интересную партию дня нам обеспечил американский грандсмейстер Хикару Накамура, но так же, как и в первом туре, не без помощи соперника. Накамура играл белыми против француза Максимова Шьелла Грава. Д4, КНФ6, КНФ3, Ж6, Е3. Ну, скажу пару слов, что Башьелла Грав считается одним из двух главных специалистов в мире по защите Гренфельда. Именно поэтому, очевидно, Накамура не пошел. Это самое принципиальное продолжение. Ход Д3, прошу прощения, ход Е3 достаточно модный. Правда, обычно его делают после С4 СН7, и здесь Е3. Я немного посмотрел на эту позицию, и так и не смог понять, в чем, собственно, разница, и что белые выгадывают на том, что делают ход Е3 сразу. Потому что в итоге все равно все свелось к тому же самому. Идественная варианта в том, что таким образом Гренфельд по сути не допускается, потому что белые не выводят коня на С3 до поры, до времени. А это означает, что после того, как черные проведут Д5, белые возьмут СД, черные ответят конь Д5. Например, в случае Е4 им будет нечем, прошу прощения, нечем, а некого брать на С3. Поэтому белые получат в этом случае довольно выгодную редакцию Гренфельда. Поэтому, еще и Леграф, конечно, не сыграл Д5, сыграл 2-0. Я уже говорю, конь С3, белые не играют, играют славу Е2. Ну, вот нюанс такой, что если черные хотят получить Гренфельда, то у них проблемы с следующим ходом. То есть, у белых есть еще один полезный ход 2-0, а то черные, они уже кончились. Поэтому им надо на что-то решаться. Они могут, конечно, поставить вот такую вот страны индийского типа позицию, в которой у них нет больших проблем. Но сейчас большинство элитных гроссмейстеров страны индийской структуры за черных не жалуют. По крайней мере, ваш Леграф точно не был замечен в том, чтобы часто разыгрывать страны индийского. Поэтому сделал другой принципиальный ход С5. После чего получается защита Модерн Бенони, но с достаточно важным отличием. Отличие заключается в том, что у черных по сравнению с Модерн Бенони лишний темп. Дело в том, что Белые практически вынуждены играть Д5. Если они играют два ноля, то вот эта позиция не без оснований считается абсолютно безопасной для черных. Поэтому на практике именно они достигают здесь лучших результатов. Поэтому Белые вынуждены задвигать центр. Д6, Конь С3, Е6, два ноля, ЕД, СД. Ну и вот получилась стандартная структура. Конь А6, Конь Д2. В общем, Модерн Бенони в последнее время несколько ушел в тень скажем так более солидных дебютов. Применяется не так часто, особенно на элитном уровне. Наверное, не без оснований. Все-таки перевес Белых в пространстве имеет значение. Но Модерн Бенони с лишним темпом у черных это совсем другое дело. Потому что по СДБ8 у Белых по сути действительно нет. Ничего лучше, чем сыграть Е4. И в теории широко известна вот эта позиция. Ладья на Б8 это очень важное для черных изменение. Они успевают здесь с удовольствием провести свою игру связанную с Б5. Последовало Дея 8. Важный ход. Таким образом белый конь привязывается к пулю Д2. Ф3 пытаясь избавиться от проблемы. Ну и конь Х5. Конь идет на Ф4 поэтому белые практически вынуждены играть Ф4. Конь Ф6 и таким образом черные как бы отдали темп который они наварили в дебюте. Эта позиция известна в теории защиты Модерн Бенони но при этом она считается безопасной для черных и в то же время не совсем безопасной для белых. Потому что обычно Ф4 на такой ранней стадии партии белые не ходят. Их начинается проблема с тем что центр в частности пешка Е4 очень рыхлая и король в вариантах будет не обеспечен. Последовало король Х1 Конь С7 уже с идеей Б5 А4 А6 А5 Таким образом идея пока придет вращена но вот здесь у черных есть очень интересный сильный маневр слон Д7 слон Ф3 и конь Б5 Чего центр начинает совсем трещать и Накамура понял что если он сделает еще несколько безалаберных ходов то просто проиграет как раз таки прелесть защиты модерн пеномии за черных в том что партия очень часто минует стадию равенства если у черных не хуже или не проиграла у них практически наверняка лучше вот так и в этот раз черные добились всего чего хотели поэтому Камура решил что пора уже прорываться и пытаться замутить воду последовало Е5 ДЕ ФЕ Ладья Е5 белые пожертвовали пешку но получили сильную проходную ЛД Конь С4 Ладья Е5 Конь Е2 таким образом белые уклоняются от размена также подчеркивают то что Ладья на Е5 расположена не очень удачно грозит Конь Ж3 ну и вот здесь вышел играл в сериал очень идейно очень сильно но на самом деле были и другие возможности в частности помимо избранного французом Ладья Е5 здесь был ход Конь Ж4 достаточно интересно выглядящий в черных как вы видите начинает серьезную угрозу на Королевском фланге поэтому белые должны устранять этого коня ну и вот здесь казалось бы эта позиция совершенно безнадежна для белых у черных два слона лишняя пешка Д5 висит но вот на счастье белые здесь находятся ход на Ф4 проблемы с ладьей на С8 на Б8 прошу прощения на Ладья С8 последует Конь Ж4 с мощной инициативой при материальном равенстве потому что пешка на Д5 отвалится пришлось играть ЖФ создавая пешечные слабости вокруг короля слон на С3 Ладья Е1 и пешка на Д5 в итоге упала но хотя бы белым удалось разменять так прошу прощения да конечно нет смысла белым меняться самим потому что просто усиливает позицию черных последовало Конь Ф4 Феркс Д1 Ладья Д1 слон на С3 под боем но у черных нашелся сильный перевод слон Д7 следующим ходом слон встанет на С6 и будет оказывать давление на королевский фланг белых слон Е3 слон С6 ну невооруженным взглядом что видно что инициатива тут в черных потерянное качество очень мощная к тому же не стоит забывать что и по материалу у них все отлично что две пешки за две пешки и слон за ладью здесь у черных в наличии последовала король Ж2 и вот тут вот французский весмейстер мог получить очень серьезный перевес но для этого конечно ему пришлось бы сделать усилие над собой и отказаться от очень естественного хода ладья И8 с темпом усиливая положение ладьи а сильнейшим продолжением было конь Д4 напрягая БМТФТ то есть белые должны брать ЦД но если сейчас белые не берут пешку на Д4 они на самом деле не могут ее брать а черные просто играют Ля Д8 у них получится мощная проходная два сильных слона и две пешки из-за качества ну и позиция успокаивается но это не делает ее приятной для белых но на ладья Д4 последует конь Аш-5 и здесь белые вынуждены расставаться с выигранным качеством и в итоге они остаются без пешки и в очень плохой позиции в которой шансы на спасение минимальны так что это был очень серьезный шанс для Максима Вашилограма победить и заполучить очень важное очко черным цветом но к сожалению он называл естественный ход Ля Д8 и после короля В2 позиция белых в некоторой степени становится более приспособленной для выживания кстати обратите внимание что Ля Д8 это жертва пешки на Ц5 и Накамура не рискнула ее брать в общем-то его легко понять потому что после С5 был ответ Ж5 и на какой-нибудь Д3 Ж4 С6 просто монстр но вот движок утверждает что после Конь Ц на Е5 позиция белых на самом деле совсем не так плоха и пишет оценку в районе 0-0-0 ну вот после короля В2 вообще Ля Граф все равно сыграл Ж5 Конь Д3 Ж4 Конь Д на Е5 Слон Д5 Лидия Ж1 Обратите внимание у черных тоже есть король если предыдущие 30 ходов единственный король чье положение вызывало опасения был белый то сейчас и у черных в некоторых вариантах могут начаться проблемы например на ЖФ здесь Слон Х6 с большим перевесом уже у белых поэтому была сыграна Х5 понятное дело что брать на Ж4 нельзя ни в одном варианте из-за Конь Е4 такое поле черному коню давать нельзя ну и помимо всего прочего просто весит фигура у черных два боя на Е5 поэтому Накамура здесь сделал ход Х3 который на самом деле является грубой ну проигрывающей можно сказать ошибкой но для того чтобы это доказать французскому кроссмейстеру нужно было находить ну такие решения которые под силу только компьютер поэтому серьезно осуждать ход Аш3 я не могу ну а объективно сильнейшим была централизация ход против АНД1 или АНД1 что выглядит крепче и как и в большинстве вариантов эта позиция не ясна ну вот а после Аш3 у черных был очень красивый ресурс ЖФ ну казалось бы что может быть естественнее чем взять пешку но на самом деле конечно совершенно очевидно что Максим отказался от этого варианта ввиду слона 6 и казалось бы белый просто забирает фигуру однако если про то что этот вариант то видно что у черных есть шаг конь Е4 теперь теперь на взятие последует конь Ж5 двойной шаг и заодно перекрываем линию вертикаль Ж для ладьи после чего если король уходит на линию Е то в рядах еще подвисает конь из-за связки а если король уходит на Ф2 черные не бьют на А6 ну что в этом случае может последовать H4 позиция снова не ясна ну конечно черные бьют на H3 и здесь уже у белых дела плохо поэтому этот вариант безусловно ваше Леграо был вполне под силу очевидно что позиция которая вызвала у него затруднения та позиция из-за которой он отказался от хода ЖФ это позиция после король Е3 однако тут у черных есть изумительно красивый ресурс и могут сыграть король H7 побуждая белых взять на Ж7 однако например Ф2 не проходит за то что белые берут на Ж7 ладьёй с победой а тут если белые берут на Ж7 ладьёй то черные спевают взять слона на А6 позиция белых разваливается потому что слишком много рост слишком много материала висит грозит Ф2 и грозит также слон С4 с последующим отскоком коня поэтому слон Ж7 ход вынужденный но в этом случае черные играют Ф2 теперь ладья под боем если ладья уходят по первой горизонтали то черные просто забирают слона и в них очень много материала за потерянное качество плюс сильная проходная на Ф2 в этом случае позиция белых безнадёжна поэтому критический вариант это ладья Ж2 сохраняя ладью на линии Ж но я так думаю что французский космейстер досчитал до этого момента решил что белые сохраняют лишнюю ладью и идти сюда ему категорически не стоит на самом деле буквально одного хода я думаю не досчитал если бы Максим видел что черные могут сразить конь Д4 безусловно пошел бы на этот вариант если мы приглядимся к этой позиции то увидим что лишняя ладья белым не в радость у черных абсолютно подавляющая активность грозит конь С2 пешка во многих вариантах черная пешка 0.2 является отвлекающим фактором в многих вариантах она также проскакивает в ферзи подграживает ладья Ж8 со связкой в общем поверьте движку на слово в этой в этой позиции у белых при правильной игре обеих сторон практически нет шансов на спасение ну а вообще лаграф не нашел ход ЖФ трудно его в этом конечно упрекнуть сыграл С4 ну и после конь С4 конь Д5 накамура в некоторой степени вздохнул с облегчением последовала ФЖ теперь у белых тоже есть игра по крайней мере они получают явные зацепки на королевском фланге последовала конь Е3 слон Б2 Диана Е1 слон С3 в общем-то все эти ходы были сделаны в цепь ноте но при этом ходы весьма высокого качества никаких грубых ошибок на этой стадии партии допущено не было слон Д4 ходи в 3 конь С3 черные подтягивают фигуру поближе к чужому и к своему королю что тоже достаточно важно обратите внимание что и накамура ваш лаграф игнорирует возможность жаж ну на самом деле по сути же аж белым ничего не дает всегда есть ход королевском фланге Ладея Е1 конь Е4 но тут уже у белых не осталось полезных ходов пришлось забирать пешку Ладея Ж2 убирая ладью из подсвязки ну и в дальнейшем в партии произошла разгрузка белые забрали самую сильную фигуру соперника пусть даже ценой нескольких пешек ну и можно даже сказать что несмотря на то что в этой позиции материальное равенство именно белые здесь играют на победу потому что фигура черная достаточно далеко от короля и надо соблюдать некоторую крадность что просто не получить линейный мат или не отдать пару пешек ну я хотел бы обратить внимание на эту позицию дело в том что в общем-то вообще лаграф здесь делал сильнейший ход b5 просто сохраняя материал но мне кажется этот ход было не так легко исполнить все-таки ладья на опять временно оказывается в достаточно глупом положении надо было быть точно совершенно абсолютно уверенным в том что белые не смогут добиться никакого немедленного прогресса на королевском фланге на самом деле выясняется что у белых нет возможности вынудить какие-то серьезные уступки со стороны черных поэтому на кому раздел логичный ход королев 4 после коня а6 короли e5 ладья а3 черные вернули ладью в бой получилась вот такая довольно своеобразная крепость с ладьей на 6 горизонталь у белых нет способа усилить позицию поэтому соперники снова согласились на ничью путем трехкратного повторения позиции ну вот такие вот 5 5 партий были сыграны во втором туре турнира лондон ческлассик конечно партии могли быть в большинстве своем более интересными надеемся что гроссмейстер станут играть более раскрепощенно в последующих турах следующий тур состоится уже завтра смотрите трансляцию также слеживайте новости группы обещаю что следующий обзор выйдет буквально завтра вечером и надеемся что в третьем туре партия получится намного интереснее всем спасибо за внимание с вами был Никита Петров